Подходите, пожалуйста, пробуйте лучший меда России. Выбирайте, вот посмотрите. Вот тут есть у нас такой акациевый мед. Очень рекомендую. Тягучую стройку меда накрутить на палочку и отправить в рот. Всем пробовать дают. Фестиваль же меда, на то и фестиваль. Порцию радости может получить здесь каждый. Горный каштан не кристаллизуется. Это Сочинский национальный парк. В Адресской собирается горный каштан, но не кристаллизуется. Только шесть дней в русском доме меда изобилие. Есть и популярные, и редчайшие сорта. Мед из Краснодара, Волгограда, Башкирии, Алтая, Алдегеи. Пасечники сами привезли. Мед у всех натуральный, чисто. Одни пчеловоды, которые занимаются уже не один год. Так что, кто хочет прийти, можете просто прийти, посоветоваться, спросить о всех болезнях, все все расскажут. Пчеловоды – профессионалы здесь. Деда после отец пасеку держали. Внуки и правнуки сегодня продолжают дело. Торгуют зимой, с апреля по август со своей пасекой кочуют. Если начинает зацветать у нас черноклен, мы вывозим всю пасеку туда. Каждая культура цветет примерно от 10 до 13 дней. 12-15 дней, само мнение. Так и ездят. Дней 10 собирают мед в одном месте. Закончилось цветение, улей по машинам и вперед туда, где зацветают другие медоносы. Потому и на прилавках здесь на каждом сортов по 20. Выбиваем с кубиками, режем, кусками продаем. Так можно грызть его просто и все. То есть ни ложкой, ничего. Откусил, сколько нужно, ешь. Мед из подсолнечника самый твердый. А бывает такой, как масло или кристаллами застывший. До 11 марта в Русском доме фестиваль меда. Но спрос и немалый уже сегодня есть. Папа держал пасеку. Мы с детства в войну. Только с ним мы сохранились. Пять человек воспитал нас без матери. И только медом сохранились. Юлия Махова, Игорь Трифонов. Новости Вологда.